Реклама сайта, на котором размещены объявления о продаже наркотиков, на гаражах в центре города. Это лишь одно из множества мест, где можно встретить подобного рода записи. Их регулярно закрашивают активисты движения «Антидилер». Волонтеры акции выбрались из опасных сетей наркодельцов и понимают, насколько важно всевозможными способами, в том числе закрашиванием рекламы, противостоять распространению дури. Тем более, что свой товар дилеры продвигают все более изощренно, подчеркивает организатор волонтерской акции. По его словам, с каждым разом они придумывают все новые формулировки своим объявлением. Теперь они пошли еще дальше. Они теперь предлагают работу молодежи для того, чтобы они могли подзаработать денег. На стене написано «работа» и адрес также с сайта. Хороший работодатель на заборе рекламу не пишет. Если что-то нелегальное нужно, что караемо законом, это на заборе, пожалуйста. И где, говорите, надписи есть? Вот гараж, вот гараж. На одном гараже два сразу. Вот работа, пожалуйста. Реклама работы. Вот реклама работы. Скорее всего, это не работа, да? Это не работа, это срок. Активисты признают, что в Барнауле таких объявлений становится меньше. Но частыми стали случаи передачи запрещенных веществ не посредством закладок, а напрямую, из рук в руки. В чем причина, волонтеры объяснить пока не могут. Но говорят, что наркобизнес в регионе все больше уходит в интернет, во всевозможные мессенджеры. Вот название, так скажем, самого интернет-магазина, где можно купить эту закладку. Еще один активист антинаркотического движения Алексей такие группы специально отслеживает, чтобы в дальнейшем их заблокировали. Есть сайт, где можно обратиться с жалобой. Обычно поступают такие предложения именно в Инстаграм, то есть с левых аккаунтов, где аватарка стоит. Вот такие-то, такие-то виды работ писать туда-то, туда-то. Как правило, больше всего вводят на Телеграм, не на Ватсап, а на Телеграм. Уже в Телеграме там не маскируясь ничего, там у них, как правило, висит пост и все. На Телеграм жалобу подать не особо возможно, только остается блокировать эти аккаунты в Инстаграме. Подозрительные страницы блокирует Роскомнадзор. За последние 8 лет ведомство, используя специальный сервис по обращениям, жителей заблокировало 115 интернет-площадок. За 19-е и неполные 20-е годы в региональное управление Роскомнадзора поступило 20 обращений. Но порой признают в ведомстве, доказать причастность ресурсов к распространению наркотиков сложно. Распространители вынужденно создают отдельные группы, вход в которые осуществляется исключительно при условии регистрации, что значительно затрудняет мониторинг. Кроме того, в сети интернет злоумышленники пытаются завуалировать распространение запрещенных веществ под видом биологически активных добавок. При этом подобная информация выявляется и пресекается в порядке, установленном действующим законодательством. Между тем, в Роскомнадзоре признают важность блокировки подобных сайтов. И наряду с волонтерами специалисты ведомства призывают неравнодушных граждан сообщать им обо всех подозрительных интернет-ресурсах. Для этого необходимо заполнить специальную форму обращения на сайте управления надзорной организации. Никита Рымаков, Николай Шелко. День с толком.